Девушки отдыхают 12 февраля 1947 года, в 10 часов 38 минут по местному времени, между Хабаровском и Владивостоком, в отрогах Сихотеолинского горного хребта, упал огромный метеорит. Стремительный полет метеорита и его дымный след были видны за сотни километров. Один из очевидцев, художник Медведев, запечатлел это редкое явление природы. Место падения обнаружили летчики. Пролетая над тайгой, они заметили среди поваленных деревьев четко выделявшиеся на снегу воронки. Вскоре в занесенной снегом тайге появились геологи. Ермолюк, Татаринов, Анихимовский и Шипулин. По бездорожью, по глубокому снегу, третий день пробираются они, разыскивая воронки. Вот они, следы падения метеорита. Идеологи осмотрели разрушение и насчитали более 30 воронок кратеров. Нанесли их на карту и стали расчищать одну из воронок. Осколок железного метеорита. О результатах разведки было сообщено в Академию наук СССР. Академия направила в район падения экспедицию. Ее возглавил академик Физенков. Ученые выехали во Владивосток и направились через Иман в Новополтавку. Последний населенный пункт на пути экспедиции. Здесь присоединилась группа, участники которой побывали во многих селениях Приморья. И записали сообщения сотен очевидцев, наблюдавших падение метеорита. Только 20 километров отделяли экспедицию от цели. Но труден путь по Уссурийской тайге. Дорогу преграждали завалы. Полные вешних вод ручьи. Внезапно тайга поредела. Кратер. Другой. Третий. Целое кратерное поле. Неподалеку в Березовой роще был разбит лагерь. Началось обследование воронок. Из-под груды камней извлекались метеоритные осколки. Они были сплющены с острыми и рваными краями. Эти шрамы следы удара — оскальные породы. Давление в этот момент достигало десятков тысяч атмосфер. И многие осколки были сильно изогнуты. Магнитом обнаружены в почве мельчайшие метеоритные частицы. Такой железной пылью насыщено все кратерное поле. К северу от кратеров, где тайга сохранилась нетронутой, были найдены целые, нерасколовшиеся при падении метеориты. Такие метеориты ученые называют индивидуальными. Эти метеориты отличаются от осколков, оплавленной поверхностью и своеобразными углублениями, следами воздействия земной атмосферы. На многих экземплярах сохранились брызги расплавленного металла или затвердевшие струйки и капельки. Капли сдувались с летящих метеоритов и оседали на Землю. Они были обнаружены при исследовании почвы. На поверхности некоторых индивидуальных экземпляров выделялись слегка оплавленные свежие изломы. Это говорило о том, что все упавшие здесь метеориты составляли единую массу, распавшуюся в земной атмосфере. Наиболее крупные части образовали при падении кратеры и разбились на тысячи осколков. Расположение кратеров уточнили теодолитной съемкой. На ее основе была составлена карта. Вокруг кратеров деревья были повреждены. Изучение всей обстановки падения и анализ наблюдений очевидцев позволили определить путь метеорита в атмосфере и затем рассчитать его орбиту в межпланетном пространстве. Известно, что между орбитами Марса и Юпитера движутся многочисленные малые планеты, астероиды. Пути некоторых астероидов пересекаются с орбитой Земли. Академик Фисенков вычислил орбиту Сихотеолинского метеорита и установил, что он был одним из мелких астероидов. Двигаясь со скоростью около 40 км в секунду, метеорит догнал Землю, пронесся через атмосферу и от огромного сопротивления воздуха распался на части. Руководитель экспедиции Академик Фисенков говорит. Значение Сихотеолинского падения прежде всего в том, что впервые в истории человечества произошло на наших глазах образование кратерного поля в результате столкновения с землей маленького астероида. Это падение наглядно показывает раствор метеоритов с астероидами и позволяет судить о роде метеоритов в Солнечной системе. Для более полного сбора метеоритов в тайгу была направлена вторая экспедиция Академии наук. Бурный весенний паводок заставил участников экспедиции изменить способ передвижения. Против сильного течения реки Бельцухи шли на шестах. Затем плыли по реке Ханихезе и высадились в 12 километрах от кратерного поля. Тайга встретила исследователей густыми зарослями ползучих растений, колючими кустарниками. Экспедицию возглавлял магнитолог Сергей Фантон. Трудный путь позади. Отряд подошел к ладелю в березовой роще. В тайге вновь застучали топоры. Прокладывались просити. Шла подготовка к аэрофотосъемке. На высотних деревьях вывешивали опознавательные знаки, ориентиры для летчиков. Был сфотографирован весь район падения. Вот эти снимки. Они позволили получить точную карту. На ней темными кружками отмечены места падения метеоритов. Железный дождь рассеялся на площади около двух квадратных километров. Эллипс рассеяния вытянут с севера на юг по направлению движения метеорита. Одновременно велись геологические исследования кратерного поля. Изучались условия залегания скальных пород, их характер. Зарисовывались особенности метеоритных воронок. Так как метеорит был железный, при поисках применялся магнитный метод. Разбивалась сеть для магнитных наблюдений. Затем магнитометром измеряли в каждой точке напряженность магнитного поля Земли. Если в почве находились метеориты, прибор отмечал повышенную напряженность. Составленные графики наглядно показывали зоны рассеяния осколков или места залегания крупных метеоритов. Теперь можно приступить к раскопкам. Найден крупный метеорит. Земляные работы производили саперы. Мягкий грунт метеориты пробивали на глубину до 8 метров. Этот небольшой на вид метеорит весит 250 килограммов. Дожди превратили многие воронки в озерти. Нелегко раскопать такую воронку. После откачки воды в ней оставалась сырая, оплывающая глина. По данным магнитной съемки здесь должен находиться крупный метеорит. И действительно, из этой воронки был извлечен метеорит весом в 700 килограммов. Работы в тайге велись с перерывами в течение четырех лет. Зимой 1950 года был вскрыт самый большой кратер. Его диаметр 28 метров. Метеорит упал здесь на скальные породы и раздробился на множество осколков. Той же зимой был найден самый крупный индивидуальный метеорит. Он весил 1745 килограммов. За все время работ вскрыли 93 воронки, собрали 355 индивидуальных метеоритов и около 7 тысяч осколков общим весом 23 тонны. Но вскрыты были не все воронки. Три наиболее типичные решили сохранить, защитив от непогоды шатрами. Экспедиционные работы были закончены. Район падения объявлен государственным заказником. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...